Откроем в Библии послание к Ефесянам, вторую главу. Мы можем посмотреть на всю главу послания к Ефесянам, вторая, и понять главу, тему, которую Господь желает поместить в наши сердца и умы в это утро. Во-первых, доброе утро всем, слава Господу. Чудесный день снаружи, великолепное время года. Чувствуем, как прохлада наступает. Мы ожидаем грядущих недель, и мне понравилась молитва, к которой помолился пастор Стив за город Балтимор, потому что я люблю мой город, в который Господь поместил меня, поместил нас. Мы сияющий свет, у нас важная миссия в наших сердцах, которая кормит нас Господь. Вчера на пастырском завтраке мы говорили о том, что мы находимся за передовыми линиями врага. Когда Иисус пришел, Он был светом, и Он пришел в темный мир. Он был за передовыми рядами врага, когда Он был в этом мире. Этот мир принадлежит Иисусу, но Он был похищен. Он был забран лжецом, сатаной. И с тех пор, когда Он захватил мир, Его цель была разрушать, обманывать, уводить в сторону людей. И Он делал это и в Эдемском саду, когда человек согрешил, и человек стал потерянным и оказался в сатанинском темном мире. И мы стали частью Его менталитета, думаем Его мыслями, имеем Его дух, имеем Его мудрость. Но, парадоксально, когда мы родились, то мы родились и с ощущением поиска счастья. Мы ищем смысл. Мы также достаточно смышленные люди, умные. И третье – мы трудимся, мы работаем, мы были созданы для труда. Итак, в нас пребывают три обстоятельства, и несмотря на то, что мы пали, одно – это желание быть счастливыми. Я думаю, что новорожденный ребенок, которому два месяца, и для его лица характерна улыбка. Я думаю, что люди были созданы, чтобы быть счастливыми. И обычно они ищут радости и удовольствий в этом мире в хорошем смысле этого слова. Восход солнца, собачка, хорошая пища, ночной сон, пробуждение утром и чувство свежести. Второе – его мудрость, ум, и третье – его желание трудиться. Но мы читаем в книге «Экклезиаста» вот эти три характеристики, но также мы читаем слово «хэбэл». Я напишу это слово на иврите, его значение. Я записал его вчера вечером. Это то, что видимо, узнаваемо, но недостаточно. Видимо, давайте скажем, собака, восход, закат солнца – это узнаваемо, но недостаточно. Это моментарно, не представляет ценности, тщетное, иллюзорное, обманчивое. Мы живем в мире, который, с одной стороны, такой прекрасный и нравится нам, но в то же самое время он пуст. Вот это слово «хэбэл» обозначает суета. На иврите «хэбэл», «хэбэлим», «суета», «сует». Мне нравится книга «Экклезиаста», потому что в некотором смысле она очищает меня от собственной фальши, которая у меня имеется в моей жизни. Много фальши в религии. Люди проходят через программы, но нашли ли они Бога? Поэтому движение пятидесятников было успешно на протяжении десятилетий, потому что они проповедуют, что Бога можно найти, и Бог удовлетворяет. Но, конечно, они это берут из Библии. Иисус перед Своим вознесением сказал, «Я пошлю другого, ожидайте здесь, в Иерусалиме, Святого Духа». Они ожидали десять дней и молились. Это были замечательные ученики. Они были с Иисусом. Они слышали об Иисусе. И это были хорошие парни. Уверен, что они были хорошими людьми, но они были также хэбэл хэбэлим, что означает, а где сущность? Где реальность? Когда Святой Дух сошел на них, Бог говорил, «Привет, я Бог, я удовлетворяю вас, я наполню вас. И теперь вы мои студенты, вы мои ученики. Вы живете на вражеской территории. Но она не выглядит враждебной, но на самом деле она такова. На ней есть лжец, обманщик, тот, кто уводит вас в ложное представление о жизни, в ложное представление о Боге, в ложное представление о нас самих. Великие три определения. Превратное представление о жизни. О жизни очень хороша, как некоторые могут о ней думать. Она иллюзорна. Она поддельная. Она пустая. «Живи жизнью естественно». И если у вас не будет голодного сердца и желания найти Бога, то там что-то не так. Потому что жизнь сама по себе недостаточно. Поэтому пришел Христос. Он говорит, «Есть царство, и это царство от моего отца. Если вы познаете моего отца, то мой отец не лжец. Мой отец не мошенник. Мой отец не пустой костюм. Мой отец реальность. Вам нужно узнать моего отца. Я знаю моего отца», – сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 30 стихе. «Мой отец послал меня». В молитве в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, «Прослав меня, Отец, славой, которая у меня была с тобой раньше, прежде чем я пришел сюда». Стив Катый. Понимаете, есть невероятное непонимание среди людей в этом мире. Когда Иисус пришел, Он сделал это ясным для нас. Я – путь, я – истина, я – жизнь. Если вы верите в Меня, вы придете к Отцу. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Но если вы придете ко Мне, Я покажу вам Отца. Ивангелия от Иоанна, 14 глава. И Я покажу вам ваш грех. Я покажу вам, насколько разрушительно ваше восстание, ваша невежественность, ваша слепота, ваш обман. Я покажу вам, кто вы. Когда завеса снималась с глаз, как в жизни апостола Павла, он до этого пребывал полностью в царстве тьмы, имея религию. Он был лицемер. Он был гордым человеком. Он был человеком, живущим по закону. Он был фарисеем. Он был религиозным человеком, и он убивал людей Бога. Евангелие от Иоанна, 16, 3, 1 Тимофея, 1 глава. Он был вредоносным. Он был неправ. Но когда он повстречал Христа, он был ослеплен на три дня. И мы все в недоумении, что происходило в те три дня слепоты, когда он находился в доме одного человека, и три дня был слеп. Я думаю, что он много размышлял. Я думаю, что, возможно, он исследовал свое сердце. Я думаю, что там происходило некоторое очищение, происходило исправление реальности. Появлялось некоторое понимание, которого у него никогда не было прежде. Возникало нечто о пророке Исаии, что он помнил. И это становилось ясным для него. А также и Захарии, и Псалмы, и другие книги Библии. И, возможно, он начал понимать, вероятно, и затем, говорится, что он исполнился Святого Духа, и сказано, что он был крещен водным крещением, и сказано, что он отправился увидеть своих братьев по вере в Дамаски. И провозглашать в синагоге, что Иисус есть Христос. Теперь он становится чужестранцем на территории врага. Он становится человеком из дальней страны, какими являемся мы. Мы были посланы сюда. Евангелие от Иоанна 20, 23 стих. Иисус сказал, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Мы посланы на территорию врага. Посланы. Во время гражданской войны в Вашингтоне, Дистрикт Колумбия, город кишел шпионами. Шпионы-конфедераты, шпионы-янки, самые различные люди, собиравшие информацию, шпионы, и они также находили друг друга. Что в Твоем сердце? Конфедераты связывались друг с другом. Они были или за, или против правительства, шпионы, агенты. Я бы сказал, что если бы мы подумали с некоторым воображением, Бог послал нас, и мы на правильной стороне. Мы понимаем, и у нас есть понимание эзотерического языка. У нас есть внутреннее сообщение. Мы в церкви. А Христос – наш глава. А Бог Отец – наш Бог. И Он послал нас сюда не для того, чтобы мы были от мира, потому что это враг. Но у нас есть нечто, и я хочу поделиться этим. У нас есть нечто, называемое в Библии. И это чудесное слово на иврите – оно «Аминь». Мы хорошо знаем это слово. Мы произносим его каждый день в наших молитвах. У Него есть определенное значение на иврите. И это значение твердости, крепости, неизменности. Бог – самая стабильная сущность, которую можно было бы когда-либо найти. Он – Великий, Я – Есмь. И Он – Аминь. Есть два Аминя. Аминь, исходящий от нас, и Аминь, исходящий от Бога. Бог говорит нечто. Иисус сказал это. Он использовал это слово таким образом в наших Евангелиях. «Истина, истина». Или «Аминь». Аминь. Аминь. Когда вы живете на территории врага, вы из другого места во времена Второй мировой войны перебрасывали агентов из Англии, на парашютах сбрасывали их в Чехословакии, или же забрасывали на парашютах в Германию. Это были обученные агенты, которые могли бегло разговаривать на немецком, или в случае чехов они разговаривали на чешском языке, они приземлялись, сворачивали свои парашюты, и затем сливались с сообществом. Там у них был язык, связи, там у них была миссия, туда они были посланы. Мы в действительности не боимся врага, потому что он находится под нашими ногами, но в то же время он очень искусный. Он лжет агентам. Мы, будучи посланными в этот мир, можем воспринять его пропаганду. Мы можем в действительности поменять стороны. Мы можем поверить, что возможно лучше быть на стороне мира, нежели слушать от номера один, того, кто послал нас в Великий Я ЕС. И у нас есть в наших сердцах, послушайте это, у нас есть духовный аминь. Потому что Святой Дух в нас, и мы способны сказать. И у меня есть три аминья, и мне бы хотелось, чтобы вы увидели это, я знаю, что мы с вами в Ефесянах 2 главе, но давайте действительно прочтем там сначала, и потом перейдем к аминь. Стих 1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Он оживотворил». Мы были мертвы в наших грехах. Возможно, вы помните это. Вы помните? Я не говорю, что я помню мои грехи, я забываю свои грехи, но я помню, что я был мертв для Бога. Я жил в этой стране, но я не слышал Евангелия до тех пор, пока мне исполнилось 19 лет. Я ходил в церковь, на церкви, я не слышал Евангелия ни разу. Я не слышал Евангелия, и я был мертв в моем грехе. Когда кто-нибудь спрашивал меня, «Ты христианин?» Я отвечал, «Да, думаю, что я христианин, я католик». И таким меня воспитывали. Но я не знаю. Я знаю, что я был мертв в моем грехе, но я не знаю, почему это так было. Никто не сообщил мне, и я не слышал Евангелия. Понимаете, нам нужно родиться свыше не от традиций наших отцов. Мы должны родиться свыше не по религиозной системе, которая может очень просто спрятать Бога от нас. Делай это, делай то. Но это все тогда хебел. Хебел, хебелим. Суета, сует. Нет, это ложная, иллюзорная, подделка. Это пустота. Но когда мы слышим Слово Бога, там говорится, что мы родились свыше не от плоти человека, не по воле человека, но по воле Бога. И мы были мертвы в наших грехах, наши пути. Я играл в футбол в старших классах. Помню, как мы встречались с футбольной командой перед и после игры. У нас были вечеринки, различные события, в которых участвуют молодые люди, и были сделаны различные действия и прочее. Я помню, как возвращался домой однажды вечером пьяным. Меня подвез один человек, и он также был пьяный. Когда мы ехали с ним по дороге, то мы ехали из стороны в сторону. Затем, вместо того, чтобы повернуть за угол, мы проехали напрямую через чей-то огород и продолжили по дороге на другой стороне дома. Чуть не врезались в дерево, подпрыгивали на кочках. И когда я добрался домой, я встал на колени и сказал в своем сердце, «Есть ли какой-то другой путь? Есть ли что-нибудь большее? Где это?» Потом я посмотрел на небо. Я не хочу делать это. Я не хочу напиваться каждую пятницу. Я не хочу делать этого. Я не хочу участвовать в этом с этими людьми. Суть не в людях, а во мне. Я не знал слова, но я был мертвым в моем грехе. Я был мертвым в моей жизни. Я был мертв для Бога. А затем на следующее утро идти в церковь с семьей, говорить молитвы и возвращаться домой. И ничего не менялось. И не было никакого послания. Не было аминя. Хотя мы говорили аминь на церковном служении, но это было просто пустое слово. Вот и все. Стих второй. «В которых вы некогда жили по обычаю мира этого». Обычай. Есть маршрут, дорога, шоссе этого мира. Все толпятся на магистрали номер 95. Все едут. Не отставайте. Езжайте на шоссе, на дорогу. Вы родились для того, чтобы быть на дороге, которая ведет вам. вы рождены на этом пути, и все едут большими группами. Мы все смеемся пустым смехом, думая философскими мыслями, не имея никакого аминя. Есть книга на 800 страницах по философии, и там нет аминя. Я предполагаю. Я предполагаю, возможно, это вот таким образом. Я предлагаю. Моя предпосылка вот такая. Я бы определил это так. Стих 2 по воле князя, господствующего в воздухе. Он могущественный. Я ненавижу его. Он разрушительный. Он лжец. Он вор. Он искуситель. Он соблазнитель. Он грязный. Он отвратительный. Он нечестив. Он развратник. Он полностью прогнивший. Он ядовит. Он смерть. У него есть сила контролировать людей, и он ведет людей по ошибочному пути большими группами. И все, что он есть, это хебел, это сунита, это пустота. Он лжец. Он крохотная мелочь по отношению к Богу. Но он думает о себе так высоко, и что он могуществен, и он таким является. И вот что странно о плане. Бог позволил своему врагу сражаться с ним. В некотором смысле Бог находится в боксерском ринге, и Бог привязал одну свою руку за спиной, и он говорит, «Я буду сражаться с тобой одной рукой». Нет, одну минуту. Я буду биться с тобой вот так, связав обе руки. Нет, одну минуту. Я сойду вообще вниз. Ты даже не будешь понимать, потому что у тебя нет никакого представления, «Кто я?» Я смиренный Бог. Я могу умереть на кресте и победить тебя. Я смиренный Бог. Мне нет нужды быть превознесенным и могущественным. Я могу быть ягненком. Я могу быть агнцем. Я могу быть никем. Я могу сидеть на бордюре, и все проходят мимо меня и смеются надо мною, и не обращают на меня внимания. Ты не знаешь, кто я. Я повергну тебя в моей слабости. Я повергну тебя в моей глупости. Я повергну тебя, и у тебя не будет никакого представления, потому что я Бог, а ты нет. Вот так. Стих 2. Говорится, что Он – Дух, действующий в сынах противления. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Иногда, когда вы видите мирового лидера, как, например, князя Тирского, я хочу показать вам кое-что. Есть две фразы. Князь Тирский – это был тиран, настоящий человек. И Иезекииль говорит о нем в 28 главе. Позже вы можете посмотреть на это. Есть два раздела. Первый – князь Тирский – это человек, а затем говорится уже как о царе Тирском. Кто же из них дьявол? Царь. Князь – это человек. Он очень гордый, надменный. А вот это дьявол. Он царь Тирский. Он в воздухе. Он может создавать свой престол. Он был в Пергаме, в книге Откровения, во второй главе, там, где находится престол сатаны. Я думаю, что у него имеется некоторое подобие командному центру, и он может перемещать его. И вот этот князь, человек, над собой имел царя, который был дьяволом. Дьявол использовал человека и отбросил его. И теперь он действует в сынах противления. Я думаю, что эта фраза передает значение, что определенные лидеры по всему миру, которые контролируют миллионы, а возможно и миллиарды людей, и демоны, нацелены на таких важных людей, это сыновья противления. Он управляет миром, дьявол управляет миром этими демонами. Но мы здесь, и мы находимся в миссии, и врата ада не могут одолеть нас, церковь. Мы здесь, потому что Бог сделал нас живыми, Он оживотворил нас. Стих третий, между которыми и мы все жили. Некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Но Бог это грандиозное смещение. Но Бог спас молодого человека в школе неподалеку отсюда. Но Бог у Него есть человек в университете из Саудовской Аравии, который смирил себя и был приведен к Христу. Но Бог посетил кого-то на ярмарке. Но Бог, являющийся Богом всякой благодати, наполняет мир своей благостью и его делами благодати. Но Бог, когда человек был очень далеко, но Бог приблизил его. Но Бог, когда евреи были в Египте и не было выхода оттуда, и Он вывел их, и первое, кровью на двери, и второе, воды Черного моря были разведены. И они прошли посоху. На другой стороне, они три дня пели песню. Они радовались с Мариам и пели, Бог поверг своих врагов, коня и всадника в море. Наш Бог сопружил могущественно. Но Бог, я был далеко, далеко во всех отношениях, мир не был удовлетворяющим. Но затем, когда пришел Аминь, когда Бог пришел и сказал, вот как все обстоит, и это было четкое, властное слово. Вот так. И тогда мы сказали, Аминь. Аминь. И этот Аминь был совершенно чистым, четким. Аминь был истиной. Это был Аминь, и мы с Ним воскресли. Стих четвертый. «Но Бог богатой милостью по Своей великой любви, Которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом». Между прочим, когда Христос встал из мертвых, это было величайшим выражением Божьего могущества. Послушайте, Он сотворил Вселенную, это было могущественно. Но когда Он воскресил Христа из мертвых, это было еще могущественнее. Когда Он вывел евреев из Египта, это было могущественно. Кровь сохранила их от смерти, и море выпустило их из рабства. И это было могущественно. Но когда мертвый человек, Христос, был в могиле, и когда Бог сказал, «Выйди и садись по Мою правую руку», сила Божья, которая совершила это на всех уровнях, физически, Его тело было прославлено, и с точки зрения законности Ему была передана вся власть на небесах и на земле. И Он сел по правую сторону Отца, и мы с Ним. Великолепно. Мы с Ним, сестры и братья, у нас есть нечто, и мы на земле, которая наполнена лжами. И сыновья противления, послушайте, они важные люди, сыновья противления. Я не говорю, что я знаю их имена, но я могу видеть Голливуд, спорт, любое заведение, легально, политически, куда бы вы ни посмотрели, университеты, куда бы вы ни пошли, публичные школы, церкви, конфессии, они досаждены в тех местах дети противления. И у них есть послание от сатаны и от демонов. Они лгут, они уводят людей. Но у нас есть другой пастух, у нас есть тот, кто говорит нам нечто, и мы говорим в наших сердцах, словно маячки, когда во Второй мировой войне высаживали парашютистов, то у них были маленькие маячки, чтобы если они будут в лесу, то они просто нажимали на маячок, и кто-то слышал сигнал, понимал, что это друг, а не враг. Может быть, вы знаете об этом. Но суть в том, что у нас есть такие маячки в этом мире, мы верующие в Христа, и есть сигналы, и мы определяем друг друга в мире, лежащем во тьме лжи, обманывающим, уводящим мире, и мы укоренены и утверждены. Посмотрите на стих 5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Это наполнено значением. Мы сидим в Балтиморе, но также мы сидим в небесных местах. Мы сидим в Балтиморе в смертных телах. У нас смертное тело, и один брат сказал мне, что один из наших людей работал в Центре по выдаче помощи, и он знал тех людей, но в то утро он не смог найти попутчика подвезти на работу. В то утро он перепробовал несколько способов, но не мог добраться на работу, и он пропустил то утро, а там в это время произошла перестрелка. Интересно подумать об этом. Он избавил ноги мои от предкновения. А в Псалме 16, 4, по слову уст твоих, охранял я себя от путей притеснителя. Возможно, у Бога есть миссия для нас, пока мы живем. И он говорит, оставайся на вражеской территории, служи словом жизни, люби людей, и определяй, что есть ложь, а что нет. Фильтруй пропаганду, понимай, что говорит твой небесный Отец, и очень важно иметь большой, великий аминь в вашем духе. Я покажу вам три стиха, и на этом мы завершим. Третья книга царств, первая глава. Дам аминь, который у вас есть, потому что вы в миссии, вы выполняете что-то для Бога. Я не говорю, что вы зарубежный миссионер, но я говорю, что мы в миссии, и там есть некоторое направление, которое Бог дает нам. Давид немощен, и он вскоре пойдет домой к Господу, и он дает распоряжение по передаче власти. Он разговаривает с Нафаном, с Садоком, священником, с Ванеем. Извините, он разговаривает со своей женой Версавией, 28 стих, говорит, что необходимо сделать, чтобы Соломон стал царем. Ванея, я думаю, он был самым могучим из могучих воинов Давида. Стих 36. После того, как распоряжения были розданы, Ванея сказал, Аминь, да скажет так Господь, Бог Господина моего царя. Первый аминь здесь. Бог говорит мне сделать что-то, и вы говорите, Аминь. Это твердо. Я верю тебе. Моя вера может поколебаться, но я верю, что самое лучшее для меня повиноваться тебе и чтить тебя, чем сделать что-то другое в моей жизни. Аминь. Возможно, когда вы спаслись, вы говорили, Аминь тому, что Бог говорил. Я верю тебе, Бог. Затем, когда Дух наполнил нас, и вы начали изучать Слово, вы начали следовать за Богом, я пойду на служение церкви. Для меня это было новым событием. Я не всегда чувствовал себя комфортно, потому что мне не очень нравилось быть с людьми. Но я начал обучаться, и когда я приходил, то у меня было хорошее время, это ободряло, и я отходил на две недели, и затем я испытывал голод, возвращался, слышал, и затем я начал испытывать горение к Богу. Я начал верить, что для меня лучше не жить в своей личности, но для меня лучше жить по вере в то, что говорит Бог, и чтобы я говорил этому Аминь, тому, что говорил Бог, вместо того, чтобы я сам направлял свои стопы. Потому что не в воле человека, путь его, и в Евгении 10-23, не в воле человека направлять свои шаги. И нам нужно, чтобы это делало. Второе. Иеремия 11 глава. И это личное. Аминь. Иеремия 11 глава. Пятый стих. Но, стих 1, слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета этого и скажите мужам Иуды, «Которые я заповедовал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, «Слушайте глаза моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, «Аминь, Господи!» На иврите «Аминь». Да будет так, Господи! Личный «Аминь». Это происходит в молитве, когда Бог говорит с вами, и вы говорите в вашем сердце, «Да будет так!» Да. Благодарю тебя, Бог. Все обетования Бога в нем «Да и Аминь». «Да» греческое «Аминь» и «Врит». «Да» и «Аминь». Очень трудно. Отличается от всех колебаний, которые у нас есть в этой жизни, отличается от всей пустоты, которая имеется в этом мире. Нет, мы соединены с одним единственным. Нет, мы были искуплены кровью Агнца. Нет, мы были спасены, исполнены Духом. Мы были помазаны Богом, чтобы выполнить предназначение. Да, мы люди. Аминь. И это первая параллель Паминон, 16 глава. Это народный аминь. Первая параллель Паминон, 16 глава. 36 стих. Люди пели эту песню, они вместе радовались. Возможно, это был праздник поставления кущей. Я не уверен. Жертвуя всесожжение, празднование, празднование сообщества. И затем стих 36. «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и сказал весь народ, Аминь, Аллилуйя!» Мне нравится быть с Божьими людьми, потому что мы, как маячки, сигналим, и мы все знаем, да, да, мы идем на небеса. Бим, бим! Мы здесь славим нашего Небесного Отца. Да, правда. В наших жизнях есть победы. Да, мы слабы, как и говорит Бог, я буду сражаться, но я даже не буду использовать в свои руки, я приму эти тычки, но я сокрушу его голову моей питой. Я разрушу его, я изгоню его. Евангелие от Иоанна 12, 31. Послушайте, если у нас есть правильный взгляд на мир, если мы понимаем жизнь правильным образом, то мы будем постоянно удовлетворенными. Да, нам будет больно в жизни, это точно, но мы будем удовлетворены. Да, некоторые вещи пойдут неправильно. Ничего. Мы не такая церковь, которая продает лучший путь в жизни или продает что-то другое, чудеса, или ответы на все ваши вопросы. Наша церковь такое не делает. Мы делаем вот что. Мы слушаем нашего Небесного Отца, и Он дает в наши сердца аминь. И я не знаю ответ на этот вопрос, но у меня есть аминь от единственного живого Бога, и поклонение Ему действительно суть жизни, и знать Его лично. Да. Возможно, кто-то болен, и мы молимся за них, и верим, как сказал Иисус, и мы должны делать это. Да, у нас есть дискуссии, чтобы отвечать на столько вопросов, насколько это возможно, но есть такие события, которые дальше нашей способности, и единственное, что мы можем сделать, направить вас к Нему, и быть рожденными свыше, и быть мудрыми, и ходить по вере, и быть здесь, помогая другим, достигая других. Не будем такими людьми, которые отполированы и совершены, и затем мы будем делать что-то, но давайте будем такими людьми, которыми мы являемся, будем получать «Аминь» в наши сердца, и Бог будет действовать, и Он совершит Своё дело через несовершенных людей. Давайте проповедовать Евангелие, даже если люди и всё время слушают. Давайте говорить молитвы, даже если мы не всегда видим ответы. Давайте совершать действия, даже когда мы не всегда видим результаты. Давайте вкладывать в других, потому что враг был связан. И в Евангелии от Матфея 12, 29, Иисус говорит, «Если прежде не свяжетесь сильного, вы не сможете покорить дом, то есть очистить дом от его узников. Заберите его узников в плен другого рода, плен любви, плен свободы». Иисус связал сильного, и теперь мы здесь, чтобы очистить дом, настолько, насколько мы сможем в таком мире, как этот. Аминь. Отец, используй эти мысли, чтобы они поговорили с нашими сердцами. Мы знаем, что аминь – это одно из самых любимых слов Иисуса. Истина – истина. Это не предположение, но это реальность. Вы должны родиться свыше. Вы должны родиться свыше. Истина – истина. Вы должны родиться свыше. Придите к Иисусу такими, как вы есть. По интернету, пожалуйста, придите, какими вы есть. И все, кто слушает здесь, в зале, придите такими, как вы есть. Пожалуйста, придите к Иисусу. Скажите Богу «Да». Живой Бог говорит вам, что Он любит вас. Скажите Ему «Да», и Он простит вас и спасет вас. Во имя Иисуса. Есть ли кто? Пожалуйста, поднимите вашу руку, если вы просите Иисуса в свою жизнь. Поднимите руку, пожалуйста. Есть ли кто? Есть ли кто? Во имя Иисуса. Аминь.